Здравствуйте, очень всех приятно видеть. Такое было слово замечательного Александра. Про площадку я свидетель, было время замечательное. Да, я там был. Советую вам там тоже побывать. И также было замечательное вступление. Пасул Лан, так он разыграл аппетит на основное слово, да? Что я уже готов. Ну, у меня Пасул Лан попросил поделиться зооприношением. Говорит, вот тебе 20 минут. Да, конечно, я шучу, он дал 40 минут. Ну, хорошо. И попросил поделиться какой-нибудь историей. И недавно я вычитал одну историю. Один молодой верующий подходит к священнослужителю и говорит. Давайте, говорит, составим такое соглашение. Говорит, мы будем молиться за то, чтобы у меня бизнес так пошел, а я буду десятую часть приносить в церковь. Ну, этот священнослужитель говорит, хорошо, давайте. И они начали за это молиться. И заработок у этого молодого предпринимателя был, скажем, 2000 рублей в неделю. Естественно, он давал десятину, 200 рублей. И, естественно, время проходит. У этого молодого предпринимателя бизнес идет так в гору, в геометрической прогрессии. И этот священнослужитель вечером сидит дома, и звонок. Он берет трубку и звонит этот бизнесмен. Вы знаете, говорит, моих доходов, говорит, настолько увеличились, что у меня моя десятина еженедельная выходит где-то 200 тысяч в неделю я должен приносить. Нельзя ли как-то, говорит, сократить наше соглашение до 200 рублей, говорит? На что священнослужитель отвечает, говорит? Ну, по поводу соглашения, я, говорит, ничего не могу вам сказать. Но я, говорит, могу молиться, чтобы Бог сократил ваши заработки до 2000, чтобы вам было легче платить. 200 рублей. И что говорит об этом Библия? Во 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Каждый удивляет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем умели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Давайте помолимся за соглашение. Господь, спасибо тебе за этот удивительный день, за это служение, за это время здесь, Господь. Спасибо тебе за все, что ты даешь нам, ведь все, что мы имеем, это только благодаря тебе. И не только десятую часть, но все, все 100% мы имеем это благодаря тебе. Просто прикоснись к нам, приумножь нашу финансовую сторону, дай работу, у кого ее нету, благослови заказами. Спасибо тебе за все. Благослови также остальное служение, главное слово. Мы отдаем это время в твои руки, и во имя Твой, Господь, мы просим, молимся. Аминь. Спасибо. Аминь. Спасибо.